Хочу дать пояснение, почему я не рассказывала о том, что Разин там говорил насчёт похорон, о том, что в могиле нет праха, капсула пустая и так далее. А чего делать заявление, чего говорить, чего рассказывать, когда чуть не с каждого утюга все блогеры этот вопрос освещали? А я не стала освещать, потому что чего его освещать? Ну, если Разин недоволен чем-то, а он на своём канале где-то числа третьего, что ли, обращался, говорил, что я вот обращусь к Бастрыкину, а чего ж до сих пор он ни одного заявления не написал на имя Бастрыкина, что вот прошу проверить, у меня подозрения такие-то такие, что в могиле нет капсулы или нет праха и так далее. А друг друга поливать грязью, Разин поливает Кудряшова грязью, а Кудряшов вроде молчит, отмалчивается, но какие-то статьи про Разина выходят, его осуждают и так далее. Чего содрогать ветер впустую? Я знаю, что предусмотрена уголовная ответственность. Вот и адвокат предупредил Разина о том, что откуда у Разина такая осведомлённость? Расскажите общественности про источник вашей информации. Я полагаю, что продюсеру нужно разобраться в себе. Если он знает, что кто-то сообщил, что там нет праха, пусть он назовёт это. Сказал А, скажи, и Б. Ну, он это не делает, он только содрогает воздух. Содрогает воздух. Если ты недоволен чем-то, напиши заявление на имя Бастрыкина, что вот мне поступили сведения, такие-то, такие-то, от такого-то человека, вот что там праха нет. Проверьте, пожалуйста, могилу. Но Разин этого не делает. Не делает. Они как пытаются друг перед другом обелиться, но друг друга полить грязью. Ну, вы знаете, вот как говорят же, по уши сами в грязи вывалились и всё равно пытаются обелиться. Все задают вопрос, кто такой Кудряшов, кто такой Кудряшов. А вы спросите у Разина. Пусть Разин всё расскажет. Ведь Разин начинал вместе с Кудряшовым, вместе в Мираже. А потом они, как пиявки, приклеились к Ласковому Маю. Разин всё прекрасно знает, кто такой Кудряшов. Откуда он появился, как он появился, кем он появился. Но они вместе работали. Поэтому они друг о друге всё знают. Разин скрывает информацию о Кудряшове, но при этом он его поливает грязью. Ну, обелиться никак не получится. Вы оба, что Разин, что Кудряшов, по самые уши влезли в грязь. По самые уши. И я считаю, что близко вас двоих, Кудряшова и Разина, нельзя допускать ни до детей, ни до жены. А вы печётесь, война идёт между вами. Вы пытаетесь, боретесь за это наследство, за право пользования песнями. Потому что Разин уже по незаконным, по поддельным документам, а это уже доказано, по поддельным документам пользовался правами и получал, наверняка получал, гонорары за прослушивание на телевидение, на радио прокручивали песни «Ласкового мая». Он пользовался гонорарами. Вот. Он это прекрасно знает. Он же не дурак. Он прекрасно знает. Но себя обелить он пытается. Что он такой белый и пушистый. Вот. А я считаю, что Кудряшоу, что Разин. Два сапога пара. Это шоу между Разиным и Кудряшоум. Поэтому я не освещала вопрос того, что там что-то в могиле, ничего нет и так далее. Но это шоу. Шоу двух людей, которые друг прекрасно друга знают. Вместе, как соучастники, эксплуатировали несовершеннолетних детей. Младшему было 11 лет. Дальше 13 лет. 13-15 лет. Это несовершеннолетние дети. Они их эксплуатировали. Они заставляли их работать по-чёрному. Концерты, концерты, концерты. А эти ребята гребли лопатами деньги. Так что вот так. Они виноваты оба. И сейчас пытаются после смерти Шатунова выиграть время и обелить себя. А не получится обелить себя. Вы уже погрязли в грязи. Так что вот так. Нельзя допускать ни Кудряшова, ни Разина на пушечный выстрел, ни до детей, ни до жены. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Кто хочет помочь пенсионеру под роликом «Расчётный счёт» для развития канала.